здравствуйте друзья здесь демитков юрий в прошлом видео я рассказал о множественных источников дохода и там была ассоциация с озером и такой вот горное озеро в которое что-то втекает какие-то потоки и какие-то потоки вытекают и это озеро это наши деньги и те потоки которые вытекают это то что мы тратим и в прошлом видео я подробно коснулся более менее подробно мы еще вернемся к нему в следующем выпуске который будет вот но я подробно расписал о том что вытекает и мы рассортировали эти потоки которые вытекают на там ежедневные расходы ежемесячные расходы сезонные расходы ежегодные расходы ну и так далее и я сказал что надо сделать так чтобы рассортировать так чтобы на вот все эти маленькие озерца из которых вытекают вот соответствующие потоки были всегда полные вот а сейчас давайте коснемся немножечко тех потоков которые втекают в озеро я предложил вам написать о том какие потоки которые какие источники дохода есть у вас и сейчас я попытаюсь спасибо тем кто ответил на самом деле честно потому что но это важно вот важно просто для вас не для меня это все равно сейчас мы пытаемся рассортировать точно также те источники которые пополняют наше озеро с тем чтобы мы видели что же надо делать чтобы озеро всегда было полноводным чтобы оттуда всегда что-то вытекало и чем больше тем лучше поэтому надо расчистить те потоки которые поступают в озеро и так что это за потоки но прежде всего когда мы только-только начинаем жизнь только-только начинаем работать только-только вступаем взрослую жизнь то откуда у нас возьмутся деньги мы можем их только заработать но заработать тоже есть разные варианты мы можем заработать их устроившись на работу за твердый оклад что это такое в принципе это твердый оклад он вот положили значит вот такие деньги ты будешь получать ежемесячно и это с одной стороны здорово мы каждый месяц знаю что вот мы на эти деньги будем жить и нам этих денег хватает для того чтобы увеличить свой оклад мы можем повысить квалификацию как-то и денег станет ну немножечко больше если мы продвинемся по служебной лестнице то есть карьерный рост он ведет себе он ведет к увеличению этих денег в чем минус минус том что эти деньги грубо говоря ограничены они ограничены рынком труда всегда есть люди которые могут на это место прийти вместо вас поэтому поэтому если вы захотите получать там скажем миллион рублей а средняя зарплата при этом на 30 тысяч что вряд ли вы добьетесь у начальника миллиона рублей вот это минус вот теперь вторая крайность это бизнес мы можем заниматься бизнесом когда мы занимаемся бизнесом наш доход не ограничен вообще ничем сколько заработали все наше и это вообще кайф но есть минус большой минус в том что мы можем заработать конечно бесконечно много но мы можем не заработать ничего и это тоже все наши деньги более того бизнес регулярно может приносить отрицательную доходность то есть быть в убыток и такое тоже бывает с бизнесом это есть это это риски но зато доходы не ограничены я абсолютно убежден что надо заниматься бизнесом на самом деле смотрите я перечислил пока два типа доходов значит первый оклад он вроде бы капает постоянно но для этого приходится блин ходить на работу и так далее а то есть продавать свое время бизнес с другой стороны поток неограниченный но он крайне непостоянный во первых а вторых там приходится вкалывать еще больше вот и есть третий вариант это пассивный доход который капает вообще независимо от того работы мы не работаем вообще чем мы занимаемся может мы уехали куда-то а денежки все равно идут и такие доходы тоже есть они есть у всех абсолютно и просто их тоже надо расчищать и увеличивать эти доходы вот теперь есть какие-то вот нюансы во всех этих вещах смотрите оклад это ну на самом деле не самая лучшая система оплаты с одной стороны вот но с другой стороны есть оклад плюс премия и сейчас практикуется оклад плюс премия в основном так и ну как бы компании практикуют оклад плюс премия оклад это когда вам дается какая-то зарплата ну чтобы просто с голоду не умерли грубо говоря а премия может быть любой абсолютно любой если раньше было принято что премия может быть там 10 20 процентов от оклада 30 процентов от оклада то сейчас премия может быть например 600 процентов от оклада она вообще никак не связана с окладом и поэтому я предлагаю рассматривать вот здесь когда у вас оклад плюс премия то вы можете считать что оклад это оклад это один источник дохода а премия это можно считать бизнесом потому что премия фактически зависит от того насколько хорошо вы поработали то есть это буквально ваш бизнес внутри той компании внутри той команды в которой вы работаете что такое премия смотрите есть компания которая производит что-то что-то полезное людям она продает им вы являетесь членом этой компании вы являетесь членом этой команды и когда клиенты оплачивают на компанию деньги то эти деньги распределяются между теми кто внес свою лепту в создание вот этого продукта и соответственно там живы и то есть как бы это очень здорово на самом деле если вы можете посчитать свою будущую премию если вы видите что результат который вы получаете в виде денег он зависит от того как вы трудитесь и в этом есть тоже свои преимущества вы освобождаетесь от массы проблем вы освобождаетесь от проблем с бухгалтерией проблем с налоговой проблем с властями значит там с регистрацией со всякими штуками вот ну то есть как владелец бизнеса что имеет но при этом вы получаете фактически ну как бизнесмен то есть это очень очень здорово и вот ну надо стремиться искать именно такие конечно источники главное чтобы премия была не ограничена они есть такие их много достаточно я уже знаю сейчас это появляется и у меня люди так работали вот вот теперь далее следующий вариант следующий нюанс это сдельная оплата труда смотрите что такое сдельная чем она отличается от оклада оклад независимо от того сколько вы поработали он всегда один и тот же сдельная она зависит от того сколько вы сделали объем работы то есть оклад он фактически работодатель покупает ваше время и все и нет зависимости никакой от того сколько вы произвели за это время ну скажем полезного для людей сколько вы произвели полезной продукции а люди ведь разные есть кто-то умеет хорошо делать что-то и быстро а кто-то так себе и они получают одинаковую зарплату это неправильно это неправильно но бывают такие работы которые принципиально чисто оклад вот а есть просто вот ну как я работал когда программистом например да ну ребят ну я беру делаю программу вот там за там за день например да а рядом сидит девочка которая делает такую же программу да она никогда ее просто не сделает там ни за два месяца ни за сколько потому что ну просто не хватает навыков и знаний грубо говоря то есть ей надо сначала доучиться например а получаем одинаково меня это всегда бесило на самом деле вот ну это было в не и это было очень очень давно в самом начале моей карьеры но есть такие работы например вахтер ну как там может зависеть от результатов труда с одной стороны но с другой стороны там есть плюс вахтер может сидеть и заниматься бизнесом на своей работе бизнесом в интернете почему нет и вы часто видите что вахтерши регулярно занимаются бизнесом они сидят и вяжут носочки вот ну если это сказать если они их после этого продают то в общем это бизнесом можно сказать вот или какие-то салфеточки или еще что-то это может быть бизнесом почему нет и это тоже надо использовать вот сдельная работа это когда люди занимаются ну скажем автослесарь там какой-то и так далее вот в гаражах что-то ремонтируют автомобили и там конечно же зависит от вида работ и от квалификации одни виды работ стоят дороже другие виды работ стоят дешевле ну или например электрик или например там сантехник да это тоже очень классно тут пожалуйста вам выбор огромный для поля деятельности и например вот электрик да приходит да сложное какое-то устройство она не работает блин и скажем если это станок например да вот у меня были станки там значит куча электроники всякой я не знаю как его отремонтировать я понимаю что там какая-то фигня просто предохранитель перегорел но как его найти ну например вот ну многие люди не знают я выучил это дело я знаю вот но многие люди не знают и они вызывают это электрика электрик говорит 6 тысяч рублей ну никуда не денешься потому что убытки от простоя этого станка 20 тысяч каждый день поэтому грежда я согласен он приходит значит это самое смотрит так эта лампочка горит а вот это уже нет а между лампочками что-то смотрит тестер сунул предохранитель воткнул все через 15 минут станок работает 6 тысяч рублей получил вот он он получил за что он получил не за то что не за свою работу физическую потому что предохранитель стоит там 10 копеек понимаете а за то что он знает куда его воткнуть вот за что и поэтому квалификация тоже очень очень важно ну теперь давайте немножечко про пассивный доход вот те деньги то есть мы сейчас я рассмотрел то что зависит от результатов нашей работы смотрите вот опять же возвращаемся к озеру да для того чтобы наполнить это озеро водой что мы делаем мы либо мы сидим и значит ну грубо говоря качаем насосом воду в это озеро да но с одной стороны нам дали насос и мы качаем и мы продаем свое время то есть вот сколько времени мы качаем столько времени вода течет мы качаем качаем вот но приходят молодые они значит и говорят а я буду качать быстрее а этот дедушка значит он уже нафиг он нужен и нас к чертовой матери сокращают и и наш личный насос отключается в озеро перестает поступать вода что делать вот потому что перешли пришли другие что такое бизнес бизнес и мы качаем вот так вот вот так вот вот так вот и воды поступают много 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 но потом бамс вода поступает только тогда когда мы качаем а есть такие источники которые начинают течь сами и которые можно сделать так чтобы они текли все больше больше и больше это пассивные доходы И пассивные доходы, их может быть абсолютно много, абсолютное количество, значит, этих пассивных доходов. Простейший вариант это, смотрите, деньги, которые вы просто, вот многие тратят наличными, да, значит, держат налички, вы их положили вот в тот же банк или на брокерский счет. И на эти деньги, ну, скажем, либо купонный доход, который составляет, скажем, 10%, 8% хотя бы, либо, ну, на банковском счете, ну, 6%, но все равно они капают. Это пассивный доход. Пока деньги там лежат, они капают. Независимо, работаете вы или нет, деньги за вас работают. А если этих денег будет больше, сейчас мы оценим, насколько больше их должно быть, то денег будет капать намного больше. И если этот процент больше, если, например, там 20% капает, независимо от вас или почти независимо, то, соответственно, это хорошо. Хорошо. И, например, одно и то же действие может приносить вам 10 рублей, а может приносить миллион рублей. Одно и то же действие. Это тоже вполне допустимо и вполне возможно, ну, на бирже уж точно. Вот, одно и то же действие. Вы совершили сделку купли и совершили сделку продажи. одно и то же действие в зависимости от того, какой объем вы купили и какой продали. Вы понимаете, да? От этого зависит сумма, от этого зависит поток денежный, который втекает в наше озеро. Поэтому вот это вот очень-очень важно. Зависит ли поток от тех усилий и как сделать так, чтобы усилий для того, чтобы создать поток становилось все меньше, а поток при этом становился все больше. И постепенно он становится пассивным доходом. Мы его настолько расчистили, что он сам течет и все. Ну, каким образом? Ну, очень просто. Ну, скажем, давайте посчитаем. Давайте посчитаем. Если у нас, предположим, мы обеспечили доходность нашего портфеля. Ну, предположим, давайте для простоты 12%. 12% годовых. Это, ну, то есть вообще не проблема. Вот, 12% годовых. Пусть будет это в валюте. Предположим, что мы хотим получать, чтобы наш поток денежный, который втекает в наше озеро, был 1000 долларов. Соответственно, за год это должно быть 12000 долларов. 12000 долларов – это 12%. Ну, очень нетрудно посчитать, что для того, чтобы получать 1000 долларов в месяц, и если мы обеспечим доходность в 12% годовых, то нетрудно посчитать, что всего-то надо 100000 долларов, чтобы лежало на счете, которые будут нам приносить. Если будет 200000 долларов, то, соответственно, будет при такой доходности 2000 долларов в месяц. И мы можем на 1000 долларов жить, например, а еще 1000 долларов нам будет каждый месяц прибавляться. То есть у нас, например, было 200000, через год мы истратили 12000 долларов, а через год у нас 212000 долларов на счете. И наш поток только увеличивается, и мы начинаем тратить больше. Здесь ничего сложного, все просто, как видите. Но теперь, возвращаясь уже к нашим, опять же, потокам, смотрите, надо просто обеспечить так, чтобы было там 100 или хотя бы 100000 долларов. 100000 долларов к какому сроку? Определяемся. Смотрите, мы качаем вот этим вот насосом, да, в наше озеро, в наше озеро, нас качаем воду, но смотрите, что получается. Те вот озерца, из которых вытекает ежедневный, ежемесячный и так далее, а давайте мы организуем еще одно озеро, в котором мы поставим просто за пруду до того времени, пока мы способны качать деньги, мы организуем маленький поток, который будет вытекать из нашего озера основного на ежедневное, на ежемесячное, на сезонное, на ежегодное, на там, значит, 5 лет, на 15, уже не на 15, уже туда, туда, понимаете? Это деньги, которые будут создавать нам пассивный доход. Вот тот самый поток, который будет нас питать, когда мы уже перестанем качать. И с каждым разом уже вот этот вот поток, который, вот смотрите, вот он создается, да, этот поток, и он начинает генерировать свой поток, но он идет туда, и сверху он втекает весь сюда, и оттуда тоже сюда подтекает немножечко, и постоянно, постоянно вот так. Но потом постепенно тот поток, который вот мы прикладываем усилие, мы можем его постепенно уменьшать, таким образом мы уже легче становится качать, легче, 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 а там поток все становится полноводнее, полноводнее, полноводнее. И к какому-то моменту, да блин, нафиг мне уже качать, не буду я больше качать, потому что мне уже хватит качать, у меня уже все нормально, и можно жить уже за счет пассивного дохода. Ну, вот такая картинка, вот такое продолжение. В следующем видео давайте уже перейдем к цифрам, и посчитаем, а сколько же надо нам, чтобы вытекало из этого озера, абсолютно стабильная сумма, сколько же нам надо, чтобы вытекало, ну, в месяц постоянно обеспечить. И тогда мы сможем понять, какой доход мы хотим получить в месяц, и как быстро, чтобы обеспечить вот этот самый поток, который будет течь абсолютно независимо от нас, пассивный доход, который будет вытекать от нас. И дальше я расскажу несколько видов тех ручейков, которые втекают, которые можно организовать, которые может организовать каждый. И многие скажут, нас это не интересует, там вот такие, то есть это нам не подходит, но кто это скажет? Многие будут критиковать, скажем, да, но посмотрим, кто окажется наверху. Цыплят по осени считают. На сегодня все. Ждите продолжения. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. И если вы не поставили еще колокольчик, поставьте его, потому что, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо за внимание. С вами был Демитрович Юрий.